Искать равновесие и гармонию. Строить модели точных прогнозов. Стать героем важной персоны. Я стал свидетелем, как накануне эфира вам презентовали диски прижизненные Высоцкого. Надо так понимать, что это любимый исполнитель. Да, я с большой любовью отношусь к Владимиру Высоцкому. Это не только песня моей юности и молодости. Меня отец очень любил Высоцкого. К сожалению, никогда не видел его живым, только на похоронах. А вот когда и при каких обстоятельствах Вы можете послушать? Вы в машине наверняка слушаете новости? В машине иногда. Но много же тоже слушать. Вы знаете, это же содержательный жанр. Все песни со смыслом. Поэтому слушать их бесконечно невозможно. Настроение есть. А есть какая-то любимая песня или любимой нет? У меня много любимых. Собственно, я начал любить Высоцкого с фильма «Вертикаль», как многие другие, наверное. Они так очень отложились в памяти, прямо как живой образ. Вот вы упомянули детство. Вы детство провели там же, где родились, в Запорожье. Да, в Запорожье. Я так правильно понимаю, что сейчас Вы ни при каких обстоятельствах на родину попасть не можете? Ну, могу. Когда Украина освободится от оккупационного режима и снова станет, ну, по меньшей мере, хотя бы самостоятельным государством, я думаю, что мы с удовольствием будем возобновлять отношения с нашими братьями. Это для многих, мне кажется, прозвучит как утопия. Потому что считается, что Рубикон уже перейден и... Ну, Вы знаете, для меня, как человек, который вырос на Украине, школу я заканчивал на Украине, все, что там происходит, сегодня окажется настолько нелепым, диким, невообразимым, что диву даешься, как можно было за 20 лет из здравомыслящих людей самым высоким в Советском Союзе уровнем образования сделать манипулируемых, послушных, ненавидящих самих себя и готовых свое недовольство и злость происходящим направлять в самих же себя. Я вот, когда учился в школе, у нас слово «бандеровец» — это было самое ругательное слово. За это можно было по морде получить. И все говорили по-русски. Запорожье — абсолютно русский город, многонациональный. И представить себе, что спустя всего-навсего в жизни одного поколения произойдет такая чудовищная трансформация общественного сознания. и возникнут откуда-то, как из подземелья, символы оккупационных властей Третьего рейха. Вот это казалось не просто антиутопией, это казалось просто каким-то бредом. Понимаете? Но этот бред произошел на наших глазах. То есть вы считаете, что то, что произошло на Украине, — это не стихийные процессы, а смоделированные и организованные? Ну, я не то чтобы считаю, я это знаю, потому что я видел, как на моих глазах многочисленные американские и европейские фонды формировали нацистское мышление, формировали русофобию. Людям платили за то, что они писали антирусские статьи. А весь этот европейский выбор Украины — это бесплошная мифология, которая была навязана через послушные средства массовой информации и подкормленных политических деятелей. Американцы с самого начала развала Советского Союза в качестве главной своей геополитической задачи на постсоветском пространстве поставили, как вы знаете, наверное, недопущение образования сколько-нибудь крупной, серьезной страны, которая способна была бы бросить Америке вызов. И поскольку самой крупной является Россия, американские геополитики, я вам скажу, тоже люди очень странные, с архаичным мышлением, они до сих пор в своих престижных элитарных вузах учатся по текстам геополитиков немецких и английских 18-19 веков. У них в голове архаические образы борьбы Англии с Россией 19 века, где сама эта наука, геополитика была придумана как технология, каким казалось, разрушения Российской империи. И отсюда возникли абсолютно странные для современного человека мифологемы. Помните, Россию называли «Хартлендом», допустим, немецкие геополитики. И дальше рассуждали так, что для того, чтобы контролировать мир, нужно обязательно контролировать этот самый «Хартленд», который мы, к их несчастью, заселяем. А значит, нужно Россию уничтожить. А как ее уничтожить? Бисмарк уже понял, что ее нельзя уничтожить, не получается никак. Значит, можно только развалить, разрушить. Бисмарк, насколько я помню, был послом прусским в Санкт-Петербурге, то есть он хорошо знал материалы. Хорошо знал и правильно давал советы, как своим современникам, так и будущим поколениям, о том, что нельзя воевать на два фронта Германии, о том, что нельзя вступать в войну с Россией, что Россию нельзя завоевать, в принципе, невозможно. Он и про Украину говорил тоже. И он говорил, что есть способ Россию уничтожить, это путем ее разрушения и раскола. И следуя этой традиции, уже Бжезинский в современных условиях загонял американскую геополитическую мысль в эту мифологему, что главное – это разрушить связь России с Украиной. И эта формула тоже, на самом деле, с точки зрения даже здравого смысла, несколько нелепая. Для того, чтобы Россия не была великой и могучей, нужно от нее оторвать Украину, столкнуть их между собой, и это ключ к успеху. Вот эта нелепость с точки зрения здравого смысла, последствия этих действий, она не остановила американских политтехнологов. Они тупо реализовывали эту линию прямо с 90-го года, когда уже начался распад Советского Союза, уже появились первые нацисты на Украине, уже пошли американские деньги в молодежные движения. И затем это все разрасталось, как снежный ком, потому что все это проплачивалось, люди жили бедно. Многие велись на эту утопию европейского выбора, о том, что войдем в Европейский Союз и будем жить, как в Германии или во Франции, Россия нам мешает, Россия пытается нас удержать с их точки зрения. Хотя все экономисты, здравомыслящие, понимали и доказывали, что разрыв Украины и России для украинской экономики обернется катастрофой, что мы сегодня и видим наяву. Но это все легко считалось. Мы делали модели, проводили расчеты с украинскими коллегами, строили сценарии. Но такого чтуечного сценария, как война, мы не рассматривали. Но даже предположить, если бы Украина мирным путем, без государственного переворота и без оккупационных властей вошла бы в Евросоюз легитимно, то мало бы что изменилось. Было бы такое же падение производства, такое же разрушение кооперации с Россией и падение технического, научно-промышленного уровня, ну и экономическая катастрофа. Все мы знаем утопию Орвала. Да, конечно, 1984. А у Орвала в отделе, они работали на МИ-6, в отделе у него был такой же писатель, который придумал Голодомор. Вот в моей книжке фамилия его упомянута. Голодомор был просто сочинением некого талантливого журналиста, сотрудника МИ-6 английской разведки, который затем стал официальным мифом украинского государства. Хотя, если брать тогдашнее состояние дел на Украине и в целом Советском Союзе, то проблемы с голодом населения были везде, и в Поволжье, и в Казахстане. И никто не давал директив, мы это прекрасно знаем. Поэтому, когда СБУ раскрыла архивы и посмотрела, а кто же давал директивы тогдашних украинских властей по отъему зерна у крестьян, там они не нашли ни одной русской фамилии. Поэтому очень быстренько эту тему убрали. И оставили просто руку Москвы. Хотя, в действительности, это пропагандистское оружие очень хорошо сработало, оно перевернуло сознание детей. Ведь все эти выставки голодомора в школах, навязчивая эта тема, так сказать, везде, в системе и высшего образования, и в СМИ, она не прошла бесследно. Американцы поставили, я считаю, просто потрясающий эксперимент. Они, большую часть русского народа, примерно 40 миллионов человек, в течение 20 лет обработали так, что эти люди стали антирусскими. Это потрясающая эффективность. А куда смотрели, условно говоря, мы? Вот Кремль, куда смотрел? Когда все это происходило, 20 лет, то есть не сразу, это не какой-то блицкрик был информационный. Да. Значит, не понимали, к чему это приведет? Или занимались какими-то более интересными вещами в Кремле? Делили советское наследство приватизацией, обогащением, вывозом денег за границу. Элита, которая сформировалась на волне приватизации 90-х годов, она же была абсолютно антироссийской с точки зрения интересов, которые они реализовывали в стране. С точки зрения их личных мотиваций. Посмотрите, где теперь эти миллиардеры, где их счета, где их дети, где их семьи. Редко кого найдешь теперь с российским паспортом, еще живущим в Москве с семьей. То есть эти люди изначально были ориентированы на самообогащение. Они не верили ни в Россию, ни в какие-то российские интересы. Они вели себя просто как временщики, которым посчастливилось занять командные высоты для того, чтобы обогатиться лично и по возможности уйти от ответственности. Были, конечно, и романтики, были люди честные. Но их среда... Можно услышать имена этих романтиков? Их среда быстро отторг. Ну а кто был романтиком, с вашей точки зрения? Ну, я думаю, вот вы и ваши коллеги, которые... Ну, понятно. Мы никогда не были политической элитой. А вот политическая элита – хорошо. А нынешняя политическая элита – у нее другая мотивация? Романтики, скажем, были и романтики, и прагматики. Значит, люди, которые оказались во власти, думают, что они должны реализовывать общенациональные интересы. Вот, например, мой товарищ Владимир Павлович Поливанов, который чудом каким-то оказался назначенным вице-премьером, который отвечал за вопросы госимущества. И когда он... Он не мог зайти к себе в кабинет, потому что частная охрана в госком имуществе, 300 американских экспертов занимались... 300? Ну, по его словам, да. Занимались разделом советского наследства. И то, что приватизация носила тотально криминальный характер, и на один случай приватизации нам, как рассказывает генпрокуратура совершенно официально, больше одного преступления приходится, невыполненных обязательств, это все результат работы вот этого прозападного, и прямо, скажем, прямо-таки западного экспертного сообщества, которое относилось к тогдашней России, просто как доставшейся к... Добычи. Добычи, да. Знаете, я в середине 90-х сотрудничал с Международным фондом реформы, который был создан академиком Шатарином. И мне академики Шмелев, Абалкин, видные советские академики, многократно, совершенно открытым текстом говорили, что молодые реформаторы, ну, там конкретно назывались фамилии, Гайдара, Чубайса, Бурбульса, что они преступники. Я никогда вот этот текст, прямую речь вот эту ни Шмелева, ни Абалкина не печатал, потому что мне казалось, что, ну, я подставлю просто своих собеседников, что преступление – это серьезное обвинение. Выбить, насколько я понимаю, вот из той же плеяды экономистов. Вы вместе с Чубайсом, с Кудриным были в одной группе в конце 80-х. Да, поэтому я абсолютно разделяю мнение своих коллег-академиков, которые видели эту работу, может быть, снаружи, я был внутри. Но я делал нечто иное в отношении того, что рекомендовали нам американские эксперты. У нас же тогда был десант высажен из Вашингтона, огромного количества экспертов, валютного фонда, казначейства США. И они все нас учили, что делать. Считали, что мы вообще никакие невменяемые такие советские экономисты, которые ничего не понимают. Ну, тех, кого вы перечислили, они действительно в науке ведь не состоялись. У них за плечами нет никаких научных достижений, ни теорий. Многие даже иные и кандидатские диссертации не смогли защитить. То есть в Академии у них карьера не сложилась. Поэтому говорить о том, что они, так сказать, представители российского, точнее советского научного сообщества, не приходится. Но американские эксперты их, конечно, здорово подпирали. И я помню, начало этой экспансии американской такой псевдоэкономической науки, ориентированной на практические интересы американских корпораций, началось с обработки сознания Бориса Николаевича Ельцина, когда небезызвестный Джеффри Сакс с помощью Егора Тимуровича получил аудиенцию на несколько часов. И в течение этого времени он убеждал Ельцина, что в Советском Союзе нет экономической науки, что все наши академики – это люди из прошлого, они не понимают, как устроена родичная экономика. Поэтому он ни в коем случае не должен слушать советы академических ученых, академических институтов. Нужно ориентироваться только на этих молодых ребят, которые получили небольшую подготовку на курсах в США и в Европе. Их научили, как устроена родичная экономика, они все знают, а мы типа будем помогать. Но как они помогали, Поливанов очень хорошо раскрыл и описал в своих записках, как он выгонял американских экспертов. Потом, кстати, американское правосудие некоторых из них догнало и обвинило в том, что они злоупотребляли своим положением советников при российском дворе и занимались растаскиванием государственной собственности, если вещи называть своими именами. И это были очень сценичные люди, которые точно понимали свои интересы. И к экономической науке относились как просто к некоторой пропаганде. Ведь экономическая теория и то, что называется экономической наукой, вещи не такие простые. Скажем, есть теория, основанная на понимании закономерности, того, как устроена современная экономика, как она развивается, какие существуют законные механизмы развития. Вот я именно этим занимался. Я чистый академический ученый. Я занимался теорией долгосрочного экономического развития. И работая в Советском Союзе достаточно успешно, возглавляя лабораторию, я очень серьезно критиковал проводимую политику экономическую, доказывал, что она ведет к технологической многоукладности, к отставанию техническому, что нам нужно развивать рыночные механизмы для того, чтобы поднимать инновационную активность. Но есть и другая часть экономической мысли, которая занята апологетикой чьих-то интересов. В нашем случае, помните, в Советском Союзе была такая наукополитическая экономия. Конечно. Да, были люди со степенями, профессора, так сказать. Но эта наука была оторвана от реальности. Это была часть идеологии. Поскольку наше общество было атеистичным, то нужна была какая-то религия. Научный коммунизм с ее тремя составными частями и выполнял роль такой квазирелигии, наукообразной, где людям внушалось, что все, что в нашей стране происходит, все прекрасно, лучше быть не может. И мы самые передовые на планете. То же самое делают западные апологеты от экономической мысли. Та же самая теория рыночного равновесия, которую вы читаете в учебниках вузов везде, в разных интерпретациях. Монетаризм, как составляющая либертарианской идеологии, которая отрицает позитивную роль государства. Это же утопия тоже. Это так же оторвано от реальности, как советская марксистская политэкономия. Но эта утопия обслуживает определенные интересы. И людям внушается, что это устройство экономическое, оно самое лучшее. Потому что, как говорят теоремы в экономико-математических моделях, что если рынку не мешать, то автоматически, благодаря конкуренции, образуется рыночное равновесие, где обеспечивается самое эффективное использование ресурсов. И любое вмешательство государства отклоняет экономику от этого равновесия, и ресурсы используются хуже. Это абсолютно нелепая, с точки зрения даже здравого смысла абстракция, фигурирует как основа современного понимания экономического устройства. Но в реальности здесь все совсем по-другому. Во-первых, в экономике никогда нет равновесия, вопрос не бывает. Во-вторых, главным фактором экономического развития является научно-технический прогресс, который просто отсутствует в этой псевдонаучной доктрине. В-третьих, экономические агенты больше всего боятся свободной конкуренции. Поэтому любой рынок в конечном счете ведет к монополии, а потом к олигополию, а потом к монополию, если государство не вмешивается. Понимание дефектов рынка очень важно. Но это понимание требует вмешательства государства, определения роли государства, определения функций сочетания рыночных механизмов и государственного планирования, государственного контроля. И вот эта оптимизация государства и рынка, то, к чему мы, кстати, в Академии наук СССР стремились, стремились разрабатывать теорию оптимального функционирования экономики. И у нас была достаточно продвинутая концепция конвергенции двух систем, сочетания планирования и рыночной самоорганизации, сочетания государственного контроля за финансовыми потоками, за командными высотами и частного предпринимательства в широких сферах. Все это было реализовано на наших глазах в Китае. Понимаете, в Китае, пока мы мучились в шоковой терапии, китайцы совершили экономическое чудо, используя именно эти подходы. И многие наши академики, которые были отвергнуты здесь, они из Китая просто не вылазили. Китайцы их слушали и принимали правильное решение. Во второй части мы поговорим про Россию, потому что мы поговорили про Украину, Америку, Китай и про прошлое. Про перспективы, прогнозы про Россию во второй части передачи. В первой части беседы были упомянуты люди, у которых в общественном сознании статус преступника. Некоторых из них уже с нами нет, но некоторые вполне себе здравствуют, преуспевают и оказывают влияние, как мне представляется, в том числе и на внутреннюю, и на внешнюю политику России. Но мы не суд, поэтому мы не можем установить, преступный человек или преступник он или нет. Но мы можем говорить о политике, которая связана с этими людьми. Политика, которая оформляется, как некая наукообразная, вызывающая доверие доктрина, ведет к катастрофическим результатам. То, что мы, как ученые, видели и предупреждали, что результаты будут катастрофические, об этом написаны горы книг. Например, приватизация, с которой мы начали. Современная экономика – это высокоорганизованная система, в которой работают не мелкие торгаши на рынке, а работают крупные производственные объединения. И так была устроена и советская экономика, научно-производственные объединения, где работали десятки тысяч человек, и западные корпорации, где государство и частный собственник, сотрудничая друг с другом, выращивали десятилетиями эти корпорации. И у нас точно так же. Крупные производственные и научно-производственные объединения, где ученые, инженеры, квалифицированные рабочие десятилетиями создавали свои школы. Создавали, разумеется, под государственным директивным началом в Советской Системе образцы технических чудес. Технологические достижения Советского Союза бесспорны. И вот эту высокоорганизованную систему раскромсали на мелкие кусочки, путем ваучерной приватизации создали просто хаос. Мы потеряли в результате приватизации всю отраслевую науку. Я хотел бы здесь уточнить. Чубайс это делал с целью не допустить реанимации коммунистического режима или он это делал, по вашему мнению, в интересах определенных лиц, или государств, сил, скажем так. И то, и другое. Главная идея была пройти точку невозврата, потому что они же все марксисты были. Причем такие марксисты, знаете, радикальные. Они верили в том, что собственность решает все. Хотя современная наука уже давно показала, юридическое и экономическое, что современное понятие собственности очень сложное. Это не римское право, которое у нас на слуху и в законодательстве. Владею, пользуюсь, распоряжаюсь. Современное понимание отношений собственности это сложно составная система отношений между государством, человеком, обществом, трудовым коллективом. И эта сложно составная собственность очень разнообразна. Так вот, будучи по своей подготовке таким кондовым марксистам, он всерьез верил в то, что собственность это все решает. Поэтому если собственность раздать как можно быстрее, то социализм исчезнет. И появится капитализм. И если на этом кто-то что-то украдет, ну ничего страшного. Потому что все равно он будет распоряжаться эффективнее. То есть этот постулат о том, что частная собственность эффективнее государственной, он является мифологическим. Это одна из мифологем, которая кажется убедительной с точки зрения обыденного сознания. Ну кажется, потому что мы все помним, вот бытовую сторону, допустим, существования в Советском Союзе, не хватало именно мелких собственников. А что на самом деле произошло? Большинство предприятий были захвачены людьми абсолютно неготовыми к управлению, которые не понимали, чего с ними делать. Которые начали с того, что присвоили себе оборотные средства, слили их, так сказать, свои частные фирмы, затем разогнали трудовые коллективы, демонтировали потом оборудование. Разговоры о том, что предприятия были неэффективны, абсолютно неверны, поскольку оборудование, которое распродали с многих машиностроительных заводов, успешно работает в Турции. В Болгарии, в других странах, где на них производится вполне конкурентоспособная продукция. То есть, вот эта мифологема, которая лежала в основе шоковой терапии, потому что частная собственность лучше эффективной, что государство ничего кроме вреда экономике принести не может, что нужно свободу цен обеспечить, ценообразование и привязать эмиссию рублей к покупке валюты, чтобы рубль был устойчивым. Эта мифологема внедрялась в Международный валютный фонд для стран африканских слаборазвитых, у которых были проблемы возврата кредитов. Когда им давали кредиты, они их, как сейчас модно говорить, пилили, ничего не создавали и не возвращали. Поэтому нужно было вводить внешнее управление. Внешнее управление имеется в виду передачи экономики под контроль западных корпораций. Для того, чтобы государство не дергалось, как говорится, нужна тотальная приватизация, потому что раздробленная по кусочкам экономика не жизнеспособна. Приходят корпорации и поглощают то, что для них представляет интерес, перестраивая национальную экономику в соответствии с их потребностями. И если вы привязываете эмиссию рублей к покупке долларов, то автоматически экономика идет туда, ведь рыночная, откуда идут деньги. Так вот, по своим последствиям, эта политика, по сути, является геноцидом. У меня даже книжка есть под названием «Геноцид», где я опираюсь на международное право, доказываю, что происходившие в России в 90-е годы реформы привели к геноциду населения Российской Федерации. Хорошо. Тогда такой вопрос. Вы советник президента Российской Федерации. Путин эту книжку читал? Не думаю. Я ему ее не дарил. Сейчас другая эпоха. И надо сказать, что многое уже переосмыслено. И во всяком случае такого рыночного фундаментализма, как тогда, в 90-е годы, сегодня уже нет. Хотя адепты этой концепции, вы правы, многие остаются при деньгах и при властных рычагах. Хотя было, я вот вспоминаю, одно такое квазисудебное решение. Помните, наверняка, дефолт с 98-го года? Да, конечно. И дефолт этот мы тоже предвидели, как ученые. За год мы разработали модель российской финансовой системы, которая точно предсказала, что дефолт будет в середине лета. И дальше вся финансовая пирамида государственных облигаций шла в точности, как мы спрогнозировали по этой модели. И эту модель представлял всем тогдашним руководителям. И премьер-министру, и министру финансов, и руководителю Центрального банка. Они жили в виртуальном мире, который формировался советниками, опять же, из Вашингтона, которые их уверяли, что все будет нормально, что при необходимости Америка поможет выкупить часть этих обязательств, превратит короткие деньги в длинные. Но не помогла. Все кончилось дефолтом, банкротством страны. И была специальная комиссия Совета Федерации, которая расследовала причины и последствия причины дефолта и степень виновности тех или иных лиц, которые принимали решение. То есть, я все-таки, извините, я перебегу, хочу уточнить. Правильно ли я Вас понимаю, что правительство тогда было просто некомпетентно? Оно было некомпетентным, оно было коррумпированным и безответственным, самое главное. Оно вообще не хотело отвечать по своим обязательствам. Поскольку есть юридический документ. Постановление Совета Федерации, которое определяет на основе этой комиссии личную ответственность людей, которые принимали решение, повлекшие дефолт. И там фамилии, о которых вы говорите, перечислены. Анатолий Борисович Чебаевский, в том числе. Поскольку он отвечал у Ельцина за переговоры с международными организациями, кредиторами. И нам, в частности, удалось найти документ, из которого следовало, что американские партнеры получили предложение обменять свои рублевые ГКО, которые уже были за месяц за дефолт, практически мусорными бумагами становились, на вполне полноценные, среднесрочные, долларовые обязательства Российской Федерации. Они получили это предложение за день до того, как правительство приняло решение. То есть, это означает, что... В Америке такие вещи сажаются. Это означает, что они сами это решение и прописали. И, кроме того, было выяснено, что всю операцию по дефолту здесь готовили эксперты валютного фонда и казначейство США. Они получали всю информацию, которую скрывали от руководства страны. Поэтому в действиях этих должностных лиц СССР усмотрел и злоупотребление должностными полномочиями, и признаки измены, и много чего еще нехорошего, и передал все это дело прокуратуру. И была рекомендация этих людей не подпускать больше ни к каким государственным должностям и к управлению государственными деньгами. Но, к сожалению, об этом забыли. Потому что, видимо, есть у нас по-прежнему в обществе такие неприкасаемые. Не в индийском смысле, а в таком. В нашем. Не подсудные, получается. Хорошо, но все очень печально, на самом деле. Очень хорошо. Есть вообще, в принципе, какая-то модель развития, при которой Россия выйдет из-под контроля Международного Валютного Фонда? Ну, разумеется, есть. В своей стратегии экономической. Современное понимание закономерности экономического роста позволяет давать безошибочные прогнозы, о чем мы убеждались многократно, и давать правильные рецепты, которые успешно осваиваются передовыми и успешно развивающимися странами. И эта программа у нас в разных вариантах всегда была на столе. Начиная с 90-х годов, наша научная общественность в Академии наук постоянно генерировала рекомендации, предложения. Когда только заговорили про таргетирование инфляции, модная сегодня тема, которую Центральный банк провозгласил как цель и средство своей макроэкономической линии, по сути, означает три компоненты, под этим понимается. Это отказ от контроля за трансграничным перемещением капитала, это отказ от ответственности за обеспечение стабильного курса рубля и сведение инструментов денежной политики к манипулированию ключевой ставкой. Процента, это ставка процента, по которой Центральный банк впрыскивает деньги в экономику на рефинансирование коммерческих банк. Слово таргетирование, что значит целеполагание, к данной концепции вообще отношения по смыслу никакого не имеет. Потому что в нашей открытой экономике, если вы отпускаете курс рубля свободное плавание и есть ожидание девальвации, главным фактором инфляции становится колебание курса. Что мы сегодня имеем? На 80% инфляции в России последних двух лет объясняется падением периодическими девальвациями курса рубля. О том, что переход к этой политике, которая странным образом называется таргетирование, на самом деле является политикой отказа государства от ответственности за состояние валютно-финансовой системы, приведет к стакфляционной ловушке, то есть к сочетанию высокой инфляции, к падению производства, к снижению уровня жизни и к отставанию страны сразу было представлено нашим руководителям денежных властей. Я помню, еще 4 года назад предупреждал, что переход к этой политике повлечет кризис, обрушение производства, инвестиции и высокую инфляцию. И то, что сегодня это происходит, это совершенно очевидное следствие тех самых решений, которые принимались руководством Центрального банка, опять же по рекомендациям Международного улётного фонда. То есть уже другая эпоха. Мы уже набили шишек себе, мы уже не должны никому утаскать деньги. И по-прежнему Международный улётный фонд фактически манипулирует мозгами людей, которые принимают решения в области денежной политики. И соответствующие методики. Я опять же хотел бы, именно манипулируют, то есть там нету корыстной заинтересованности у людей, которые принимают такого рода решения. Они просто опять же не ведают, что творят. Вы знаете, это как всегда в области экономики две стороны одной медали. Одни люди честно убеждённые, что они говорят истину в последней инстанции, как пророки, убедительно доказывают, что нужно проводить такую политику. Но с другой стороны медали есть люди, которые этой политикой пользуются в своих корыстных личных интересах. У любой экономической политики есть, как модно говорить, бенефициары. И эти бенефициары… Вы виды получаете. Это российские и международные спекулянты, которые обратили Московскую биржу в главный центр генерирования прибыли. Эта прибыль достигается на дестабилизации макроэкономической ситуации. Источником формирования этой прибыли является обесценение доходов граждан и предприятий в рублях. И переток денег из реального сектора, которые должны были бы идти на инвестиции в сектор, спекулятивный и дальше вывоз за рубеж. То есть из нашей экономики сделали просто в очередной раз дойную корову, когда выдавливают деньги из производственной сферы на спекуляции против рубля. За счёт этих спекуляций получают сверхприбыли. То, что это ненормально, даже с точки зрения здравого смысла, вам скажет любой вообще занимающийся практической хозяйственной деятельности человек. Почему у Центрального банка в Конституции записана ответственность за стабильность рубля? Потому что без стабильности валюты ничего нельзя планировать. Невозможно бизнес-план никакой составить, долгосрочные инвестиции. Если вы не знаете, какой курс валюты будет через неделю, вы сворачиваете, вынуждены свернуть все инвестиционные проекты. Поэтому вот эти колебания курса рубля с точки зрения современного опыта, понимания, как устроена экономика, выглядит страшной нелепостью. Нигде в мире такого нет. Говорят, цены на нефть. Но в Саудовской Аравии вообще не было девальвации, хотя она от цен на нефть зависит больше, чем мы. Поэтому, к сожалению, экономическая политика и у нас, и во многих других странах ведётся в интересах властвующей олигархии. У нас властвующая олигархия сегодня – это крупные банки. И для крупных банков выгодно, когда деньги дорогие, когда они могут не парить через манипуляции курсом получать сверхприбыли. И хотя это губительно без страны, но тем не менее такая политика проводится вопреки науке экономической. Вы знаете, вы обрисовали ситуацию, которая у меня, как обыватель, представляется совершенно катастрофически. При этом вы сами производите впечатление человека позитивно настроенного. То есть я не вижу каких-то признаков депрессии, готовности к суициду. Поэтому у меня последний вопрос будет такой. Вы каким образом поддерживаете в себе готовность верить в здравый смысл и в общем-то в какие-то перспективы? Я как учёный просто обязан верить в здравый смысл. Во-вторых, та экономическая программа, которую мы предлагаем уже много лет, она подразумевает выход и обеспечивает выход нашей экономики на рост не меньше 8% в год. То есть мы могли бы развиваться так же быстро, как Китай. Если бы мы наш научно-производственный потенциал правильным образом активизировали через разумную макроэкономическую политику. Выдающиеся экономисты, они всегда рассчитывали на то, что правильно доказанная рекомендация, научно доказанная, рано или поздно будет востребована. Но если мы доказываем, и бизнес, кстати, поддерживает, что при разумной экономической политике мы можем расти не менее, чем на 6% в год, а можем и на 8% в год расти. Потому что нам ресурсы позволяют. Производственные мощности, скрытая безработица, огромная природно-ресурсная база, высокий научно-технический потенциал. Всё это сегодня простаивает. Если мы свяжем все эти ресурсы грамотной денежно-кредитной политикой и оформим с бизнесом долгосрочные индикативные планы, которые будут ориентированы на рост производства и освоения самых передовых достижений научно-технического прогресса, мы будем развиваться быстро и успешно. И включится положительная обратная связь, когда рост экономики даёт рост доходов, рост дохода даёт спрос, спрос даёт опять рост экономики и так далее. Но для этого деньги должны работать не в интересах олигархии, российской или зарубежной, а должны работать в интересах роста производства, в интересах повышения общественного благосостояния. Деньги не должны гулять, каким хочется владельцам, а должны направляться в те виды хозяйственной деятельности, где мы видим рост эффективности, рост производства товаров, снижение издержек, а значит и снижение инфляции. Эти модели отработаны и в Европе после войны, европейское экономическое чудо, Япония после войны, современный Китай, где сочетается планирование и верночная самоорганизация, где сочетается государственный контроль за базовыми условиями ценообразования и свобода ценообразования везде. И я вам скажу, что государство, в чем отличие важно понимать, в чем секрет экономического чуда китайского и проблем сегодня в Америке. В том, что в Китае государство занимается гармонизацией разнообразных интересов экономических субъектов, оно не диктует, кому что производить, оно создает условия, при которых частный бизнес производит то, что нужно обществу, в интересах подъема всеобщего благосостояния. А в Америке государство делает то, что нужно финансовой олигархии. Вот мы эту модель на себе применили и стали периферией американской финансово-олигархической системы, которая сегодня уже достигла пределов своего роста и для того, чтобы сбросить безнадежные долги, устраивать гибридную войну по всему миру. А у нас по соседству возникает новый мирохозяйственный уклад, новый ядро, центр мирового экономического развития, частью которого мы можем стать. Мы про Китай сейчас говорим. Да, не только Китай, Индия, Япония, Корея, Вьетнам. Это страны, которые создают интегральный мирохозяйственный уклад, о котором мы, как ученые, говорили еще 50 лет назад. Петерим Сорокин придумал это слово «интегральный строй». Вот на наших глазах он формируется. И мы еще можем стать частью этого ядра. Не периферией американской финансовой системы, а частью ядра нового центра глобального экономического роста. Ну что ж, я вас услышал, но вы не мой советник. Как советник президента, надеюсь, Путин вас тоже услышит. Спасибо вам большое. Мне кажется, хороший, такой честный и доброжелательный разговор. Если бы все наши журналисты, средства массовой информации интересовались бы тем, что происходит на самом деле, в реальности, и какие у нас есть возможности, какие сценарии, то, наверное, мы бы развивались успешнее, быстрее и лучше для всех наших граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова